Поиски пропавшей девушки закончились. Генэкспертиза подтвердила, найденные останки принадлежат Анне Юдиной. Татарстан подняли по вуе сирены. МЧС Республики проверили готовность систем оповещения, что показал сигнал тревоги, есть ли повод волноваться. Чем больше вес, тем меньше шансов. Большегрузом ограничили движение. На каких трассах фур не встретишь и зачем понадобился запрет? Ограбить банк на 300 миллионов. Татарстанские мошенники придумали особую схему. Брали в долг и наживались, но система дала сбой. Аферисты попали на скамью подсудимых. Здравствуйте. Об этих и других темах прямо сейчас в рамках нашего информационного часа в студии Лемира Заляева. А после выпуска не пропустите эксклюзивные интервью. Сегодня гостями студии станет прокурор Казани Эльдус Нафиков и секретарь Казгордумы Людмила Андреева. Речь пойдет о мерах борьбы с попрошайками. Это 18.30, а пока главным темам. Сегодня всю республику подняли по тревоге. Вой сирены прозвучал во всех районах Татарстана. Но сигнал был ложным. Так МЧС протестировала готовность системы оповещения. Задействованы были все способы. Телевидение, радио, смс-рассылки и даже домофоны. Как прошли учения узнавала Василя Хузина. Внимание! Пожарная тревога. Срочно прикиньте помещение. Такой сигнал бедствия раздался сегодня в 65-м доме по улице Карбышева в Казани. Сейчас в рамках учения его слышно только через этот подъездный динамик домофона. Но в случае что по тревоге поднимут весь дом. Такое сообщение должно произноситься через все домофоны в каждой из квартир, которые находятся в этом подъезде. Это сообщение будет длиться длительностью от минуты до пяти минут. Для того, чтобы все жители могли об этом узнать. Специальный модуль, который крепится к домофону, может известить обо всех ЧП. Внимание! Проверка системы оповещения МЧС. Маршида Алимова новинку оценила по достоинству. Да, нужно. Во-первых, ее слышно со всех уголков комнаты. Я даже на балкон выходила, слышно было. Так что это обязательно нужно. Мало ли что. Систему тестировали в Казани и Зеленодольске. Всего в 30 подъездах. Если ее одобрят, в планах установить больше. Арм-15. Поступила команда провести проверку системы оповещения. В масштабах всего Татарстана тестировали уже более глобальную систему оповещения. Сигнал пошел из Центра управления кризисных ситуаций республики. Уже через несколько минут раздалась учебная тревога. Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. На важных и стратегических объектах вместе с сиреной звучали речевые оповещения. Например, на автовокзале, деревне универсиады. И все же система не везде сработала слаженно. Из 300 граммов говорителей в Казани некоторые промолчали. Не сразу получили сигнал бедствия и в Атнинском районе. Так что здесь еще предстоит поработать. Чтобы мы были готовы к любым неожиданностям, чрезвычайным ситуациям, к римским событиям, к сожалению, у всех еще на памяти Булгарии не надо забывать. Мы ставим себе задачу такую, что мы должны оповещать любого жителя, или кто находится на территории Республики Татарстан, где бы он ни находился, в лесу, в поле, дома, что что-то произошло. Кроме того, в МЧС обещают наладить смс-рассылки. Сейчас идут переговоры с сотовыми операторами, а также тестируют переклад телерадиоканалов для передачи сигналов бедствия. Василия Кузина, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. Президент Татарстана Рустам Мениханов с рабочей поездкой побывал сегодня в Лаишевском районе. Свой визит глава Республики начал с посещения Столбищенской врачебной амбулатории. Здание новое, сейчас здесь развернут дневной стационар на 10 коек, ведут прием терапевт, педиатр и стоматолог. Есть кабинеты флюорографии, физиотерапии и своя бригада скорой помощи. Визит продолжился в селе Песчаный Ковали. Там торжественно открыли культурно-досуговый центр «Дружба». Появился он за полтора года. Теперь у ковалинцев есть собственная сцена и место для занятий кружков и спортзал. Посещать «Дружбу» могут почти 300 человек. Руководство центра Рустам Мениханов вручил сертификат на покупку спорт-энтвендаря. Также в Песчаных Ковалях глава Республики посетил фермерское хозяйство «Ромаевское». Предприятие занимается выращиванием уток и активно сотрудничает с крупнейшими городами – Москвой, Питером и Екатеринбургом. А в завершении визита Рустам Мениханов побывал на заводе «Дорхан». Здесь производят ворота, рольставни и алюминиевой конструкции. В ходе экскурсии глава Республики предложил руководству завода подумать о расширении производства. Большегрузом укажут дорогу. По какому пути двигаться грузовикам, говорили сегодня в кабинете министров. Там прошел брифинг по ограничению движения. С 15 апреля на татарстанские трассы основным пропуском станет вес. Многотонников не впустят. Меры принимаются, чтобы сберечь и без того хрупкий по весне асфальт. Альбина Батышина продолжит тему. Запрет действует только на дороге Татарстана. Федеральные трассы свободны. В Министерстве юстиции России документы не подписаны. Возможно, запрета на них и не будет. Но республиканские магистрали с 15 апреля и по 14 мая перегружать нельзя. В данный период не перегружать транспортные средства и возить многоосными машинами. По результатам диагностики тех дорог, предельно допустимое значение нагрузок на ось транспортных средств в весенний период составляет по автодорогам оригинального значения одиночная ось 6 тонн, двухосная тележка 5 и трехосная 4. Запрет не для всех. Есть исключения. На международной перевозке пассажирские автобусы и перевозку продуктов питания, лекарств, животных удобрений и почтовых грузов. Всем остальным, если нужно перевезти что-то очень тяжелое, требуется взять разрешение. Офисы будут работать каждый день. Круглосуточные телефоны горячей линии. Но только в Казани, Набережных Челнах, Альмитевске и Нурлате. Однако можно и не беспокоиться заранее. Разрешение также выдается на всех постах. На 35 постах это 16 передвижных и стационарных 19 постов. То есть если крупногабаритный человеческий груз едет без разрешения, при измерении несоответствия составляющих весовых параметров, делается расчет, выдается разрешение. За отсутствие разрешения штраф 2-3 тысячи рублей. А если погода будет такая же сырая, срок ограничений большегрузом продлят на 10 дней. Альбина Батышна, Вести, Татарстан. Сегодня в Казани простились с Анной Юдиной. Напомню, девушка пропала 4 ноября прошлого года, когда возвращалась с работы из одного из ночных клубов. Она была танцовщицей. После очередной смены около 5 часов утра Анна отправилась домой на такси и с тех пор ее не видели. А в конце марта появилась информация. В очистных сооружениях в Дербышках нашли останки женского скелета. Установить личность смогли только после геномной экспертизы. И сегодня Следственный комитет подтвердил. Найдена именно Анна. В настоящее время установить причину смерти не представляется возможным ввиду давности смерти потерпевшей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Но другим темам. Судьи универсиады поселят в плавучем отеле. У речного вокзала пришвартуется 8 теплоходов. А в обновленном здании речпорта расположатся гостиницы и рестораны. Сегодня мэр Казани Эльсур Мершин посмотрел, как продвигается реконструкция. Сейчас строители уже приступили к внутренней отделке. Есть масштабные планы и по благоустройству. Все работы планируют завершить к 20 июня. А перед дворцом земледельцев раскинется культурный парк. На время универсиады он станет главной развлекательной площадкой города. Об этом говорили сегодня на совещании в мэрии. Днем выступать будут творческие коллективы из районов Татарстана. А вечером жители Казани и туристы будут развлекать артисты уличного шоу цирка Дюсали. Впрочем, билеты на представление популярных циркачей не продают. Попасть на них можно будет только посетив одно из соревнований универсиады. Масштабы мы такие по культурной универсиаде серьезнейшие. Ничего подобного ни на одних играх до сегодняшнего дня в таком масштабе в универсиаде представлено не было. Поэтому правильная организация, правильные техзадания к каждому творческому коллективу, к каждому району. Найти работу в сфере туризма и спорта можно будет в рамках Казанской международной выставки «КИЦ-2013». Вакансию уже готовы предложить 15 организаций. От администрации отеля до обслуживающего персонала. 18-я специализированная выставка пройдет в эту пятницу и субботу. В этом году в ней будут задействованы 155 участников из 40 городов России. Посетители смогут найти информацию на самые разные темы. Это традиционные, экзотические туры, путевки в санаторий, детский отдых и активный туризм. Также состоится семинар для хостельеров. Этот вид деятельности становится популярным в Казани в преддверии грядущих мероприятий. Только за минувший год в столице открылось 8 хостелов. Также обсудят совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства на международной конференции «Турфактор». 13-го числа будет викторина нон-стоп. Любой гость, который пришел на выставку и приобрел билет, он может принять участие в викторине, ответить на вопросы по туристическим вопросам, на вопросы о спорте и выиграть очень разные интересные призы в этой викторине. Это и объекты, и объементы на спортивные объекты, это и входные билеты в какие-то наши развлекательные комплексы, это и интересные сувениры от наших муниципальных районов. Брать в долг и обогатиться на 300 миллионов. По такой схеме вознамерились ограбить банк татарстанские мошенники. Оформляли кредиты на подставных лиц, а вот расплачиваться по счетам не собирались. В итоге мечты о беззаботной и красивой жизни привели на скамью подсудимых. Все подробности экономических афер в репортаже Инны Даниловой. В 107 томах уголовного дела, которые с трудом помещаются на столе, подробности масштабной аферы, которая произошла в набережных Челнах. 7 представителей татарстанских фирм с помощью начальника офиса филиала банка присвоили 300 миллионов рублей. В течение нескольких лет они оформляли кредиты на подставных лиц, возвращать которые не собирались, говорят следователи. Причем схем отъема денег у банка было две. По-первых, кредиты оформлялись фирмам на развитие бизнеса. На 8 юридических лиц были оформлены кредитные договоры на общую сумму более 200 миллионов рублей. В качестве обеспечения исполнения договорных обязательств предоставляли сведения о залоговом имуществе, которого фактически не было. По второй схеме кредиты оформлялись уже на собственных сотрудников, их родственников и знакомых. В деле их аж 95. А общая сумма ущерба здесь доходит до 100 миллионов рублей. Многие даже не знали, что на них оформлен кредит. По словам следователей, данные их паспорта просто были взяты в отделе кадров. А поскольку не у каждого зарплата позволяла брать в долг у банка, были еще оформлены липовые справки о доходах. Когда обман вскрылся, многие из тех, чьи фамилии были указаны в справках, не только с изумлением узнали о наличии у них кредитов, но и о солидных должностях, которые они якобы занимали, и зарплатах в десятки раз превышающих их реальные. Практически все фигуранты, кроме сотрудников банка, они признают вину в честь получения кредитов, но никаким образом они не говорят о том, что они намеревались деньги похитить. По версии обвиняемых, они просто не смогли вовремя вернуть кредиты по стечению обстоятельств. И за время следствия частично уже даже погасили ущерб. Ведь по закону за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, и легализацию похищенного им может грозить до 10 лет лишения свободы. Инна Данилова, Рустам Садриев, Вести, Татарстан. На сайте управления налоговой службы в тестовом режиме заработал сервис «Заплати налоги». Он объединил серию различных операций. Ранее все они были разбросаны по разделам. Уплата госпошлины, заполнение платежного поручня, поручение и проверка задолженности. Это существенно осложняло ориентацию в виртуальном пространстве. Теперь все они представлены в одной точке. Причем и для физических лиц, и для юридических, и для ИП. Черным по белому в лесопосадке в Дербышках местные жители обнаружили огромную лужу мазута. Слой маслянистой жидкости погрывает землю почти на 15 сантиметров. На место сразу съехались экстренные службы. Побывал там и наш корреспондент Алина Хусаинова оценила масштаб экологической катастрофы. Владельцы дач в Дербышках приехали готовить садовые участки к новому сезону. Но то, что они увидели в лесопосадке рядом со своим поселком, их неприятно удивило. Андрей Степанов всегда считал Дербышки идеальным местом для дачи. Хорошая экология и отдаленность от города. Но то, что он увидел рядом с их дачным поселком, повергло в шок. Пятно увидели в воскресенье, приехали открывать дачный сезон вроде. На даче снег маленько бочки набить, посмотреть, как после зимнего сезона. И вот увидели это все пятно. Нефтепродукты сливали со стороны дороги, причем довольно давно. Следов от колес уже не осталось, говорят экологи. Теперь экспертам предстоит определить, кто это сделал, когда именно и какой ущерб нанесен природе. Было установлено, что на данной территории осуществлен разлив темной массы с резким запахом нефтепродуктов. Сейчас специалистами лаборатории Министерства экологии и природных средств были отобраны пробы на все вещества. По результатам анализов будет установлено, насколько нанесен ущерб окружающей природной среде. После оценки ущерба будет возбуждено уголовное дело по статье «Порча земель». Масштабы экологического загрязнения в лесопосадке колоссальны. Сейчас размер пятна составляет около 2000 квадратных метров. Если где-то битум лежит еще на снежной подушке и его можно убрать, то местами он уже смешался с почвой, что непременно приведет к гибели растений. Если слой мазута, который достигает 15-20 сантиметров, не убрать, в округе может погибнуть все живое, утверждают специалисты. Земля, исходя из проникновения, вот насколько она проникла, то есть мы видим, что она застыла, это на поверхности, сказал бы, снежного покрова в данный момент находится. То есть в короткое, кратчайшее время придется его собрать и отдать на утилизацию. Для сбора и утилизации битума собрана специальная группа сотрудников МЧС. К ликвидации битума приступят в ближайшие часы. Алина Хусейнова, Рустем Садриев, Вести Татарстан. Родители просят о помощи. В Нижнекамском районе пропал 20-летний Ренат Хазабудинов. Больше двух недель назад он ушел из дома и не вернулся. Поиски Рената сначала вели сотрудники полиции, теперь подключились и волонтеры. Но пока безрезультатно. Сегодня родственники снова обратились к татарстанцам. Карина Насрудинова продолжит. С момента пропажи Рената прошло больше двух недель. Где он и что с ним ни родные, ни друзья не знают до сих пор. Телефон у парня отключен. Гульнас, сестра Рената, говорит, что раньше с ее братом такого не происходило. Он вообще редко выходил из дома. Он человек очень замкнутый. У него друзей раз-два и общался. То есть получается у него дом, учеба, дом, учеба. Постоянно. Он даже не ходил гулять никуда. Постоянно дома сидел. Это вообще для него ненормально, чтобы он вот так вот ушел и не вернулся. В тот день Ренат сказал, что пошел гулять. Однако до вечера парень так и не объявился. Родные обзвонили друзей-одногруппников. Но Рената никто не видел. Он ушел где-то часов 8 утра из дома. Одет был в толстую баллоневую черную куртку по типу Аляски. На ногах было что-то типа ОМОНовских ботинок. Размер 46-47. И шапка на голове была вязаная, темно-серая. На руках, скорее всего, перчатки. А куртка по пояс где-то. Ну, как на фотке. Так, еще через плечо была черная сумка. И обязательно в очках он все время ходит. Так и не дождавшись сына домой, поздно вечером родители Рената вызвали полицию. Написали заявление, дали показания. Объявление о пропаже брата Гульнас разместила в интернете. К делу подключились поисковые отряды волонтеров. Помочь нижнекамцам откликнулись добровольцы из набережных Челнов. Ребята подозревают, что парень мог заблудиться в лесу на Красном Ключе, когда пошел прогуляться. Если бы он в сознании был, может, он кричал бы людей, я слышу. Полиция обыскивает все места, где раньше появлялся Ренат. Ищут парня и на других прилегающих к городу территориях, а также в районе. В дежурную часть уже поступило несколько обращений о том, что Рената видели в городе. Положение усугубляет болезнь молодого человека. Парень страдает сложной формой гемофилии, несворачиваемостью крови и рассеянным склерозом. Уходя из дома, Ренат не взял с собой лекарства. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении этого человека, сообщите в полицию. Рената ждут дома. Временно раздумья продлили. В этом году единый госэкзамен по русскому языку будет длиться полтора часа. Это на 30 минут больше, чем раньше. Зато с математикой придется ускориться. На пять минут быстрее нужно будет справиться со всем объемом поставленных задач. Единые госэкзамены стартуют 27 мая. С предметом по выбору выпускники уже определились. Итоги приятно удивили и чиновников образования. Мы отмечаем за последние три года увеличение долей предметов естественно-научного цикла. Это считаем, что отражает внимание родителей и учащихся, что инженерные специальности сегодня наиболее востребованы. Это действительно так. Это реакция населения на изменяющиеся условия рынка труда. Бездомных внесут в базу данных. Пересчитывать их будут в прямом смысле по пальцам. Полицейские набережных Челнов снимают отпечатки у всех бомжей автограна. Информацию о человеке дополняет и фото, а в завершении акции их отправляют на медобследование. К чему понадобились такие данные в репортаже. Юрий Филатов еще не протрезвел после ночных посиделок. Сотрудники полиции разбудили его в 6 утра на остановке «Глобус». Там он и живет. Советская милиция, полиция прицепила. Вот я под охраной приехал. Под надежной защитой. Мужчина решил, что его в очередной раз везут в отделение. Но автобус с такими же бездомными, как и Юрий, сделал остановку у противотуберкулезного диспансера. Здесь бомжей допросили. Полицейским приходится верить им на слово. Ведь, как правило, у таких людей нет паспортов. И о родственниках они ничего не говорят. Хотя некоторые утверждают, в этой кампании они очутились по ошибке. На работу устраиваются. Ну, прохожу медкомиссию. Вот так все случайно с ними. Случайно или нет, но на флюорографию отправили всех. Медики даже удивляются. Людям с улицы они редко ставят диагноз туберкулез. Бродяги, как оказалось, не прочь обследоваться. Говорят, что они даже следят за своим здоровьем. Это на кровь я проходил, в больнице когда-то был, недавно. В инфекционной был. Из 16 обследованных туберкулез ни у кого не нашли. После тубдиспансера бродяг попросили еще и пальчики показать. Снять отпечатки пальцев всех бездомных в городе решили на всякий случай. Ведь эти данные помогут быстро найти тех, кто любит проверять чужие карманы или махать кулаками в очередной пьянке. Цель этого мероприятия выявить новых лиц, бомж, посмотреть, кто они такие, откуда, по какой причине оказались на улице. В принципе, они уже все известны, но эти виды, они постоянно мигрируют, пополняются. Сами бездомные относятся к таким мерам на удивление спокойно. Для кого-то отпечатки пальцев единственное удостоверение личности. Сейчас сотрудники полиции составляют некую базу данных для всех бомжей города. В идеале в ней должно быть фото его делают на месте, краткая информация и, конечно же, отпечатки. Все это не больно, безвредно и быстро. Но криминалистическая процедура все же отняла у бродяг немало времени. Один бездомный нам признался. Из-за этого он потерял целую тысячу рублей заработка. Светлана Салманова, Наталья Поткина, Вести Татарстан, Набережные Челны. И музыка жизнь спасает. Татарстанские артисты взяли высокие ноты для возвышенных поступков. В Казани прошел благотворительный концерт. Вся выручка с продажи билетов – это помощь для центров реабилитации и детских домов-интернатов. Как музыка для души становится целебной для жизни в сюжете. Песня «Горница Яадажа» на этот раз звучала не с экранов телевизоров, а в зале университета управления ТИСБИ. Эльмира Калимулина, как и ее коллеги, певцы и танцоры, в этот день выступали с особой теплотой. Ведь это не просто концерт. Все вырученные средства пойдут в реабилитационные центры. На покупку оборудования, которого так ждут дети-инвалиды. Месяц вообще какой-то знаковый. Что очень много мероприятий благотворительных, в которых я с удовольствием принимаю участие. И для меня это является некой особенностью, наверное, потому что душа этого требует. Попасть на мероприятие мог только тот, у кого на руках имелись ходные билеты. Их стоимость – тысяча рублей. Но за ценой никто не постоял. В зрительном зале – аншлаг. На всех желающих мест не хватило. Выход нашли. Поставили дополнительные стулья. Просто так собирать деньги, наверное, это не очень интересно. И поэтому мы хотели привлечь как можно большее количество людей. Это конкретно. Мы собрали деньги, определенную сумму, мы еще не знаем до конца сколько, потому что еще должны перевезти. И мы эти деньги целенаправленно отправляем в эти заведения. Каждый номер вызвал бурю оваций. Благодарные зрители не скупились не только на аплодисменты, но и на деньги. Куб для сбора пожертвований, установленный в холле, перед началом концерта, пополнился буквально за полчаса. Фируз Насыровальду, Салаватулин, Вести Татарстан. Олимпиаду откроют артисты Качаловского, культурную. Сегодня труппы драматического театра отправляются на гастроли в Сочи. Спектакли появятся в афише Зимнего театра. С 10 по 29 апреля казанские актеры представят в столице Игр 2014 8 постановок. Пиковая дама, трехгрошовая опера, скрипачная крыша и другие. Это не первый тур для татарстанцев в Южный город. До этого качаловцы гастролировали в Сочи 13 лет назад. И на этом пока все. Но информационный час на канале Россия 24 Татарстан продолжается. Напомню, в 18.30 вашему вниманию эксклюзивное интервью с прокурором Казани, Ильдусом Нафиковым и секретарем Казгурдумы Людмилой Андреевой. Встретила с ними моя коллега Лилия Галимова. Речь пойдет о мерах борьбы с попрошайками. Все это прямо сейчас. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин